Чудесная планета Космос. Бескрайнее пространство, которое таит в себе еще множество непознанных. Безукоризненная система, в которой беспрерывно движутся в полной гармонии друг с другом, миллиарды галактик и составляющие их звезды, планеты, кометы, астероиды и облака из газов. А вот галактика Млечного Путина. Колоссальная звездная система, в которой расположена и наша с вами Солнечная. Чуть позже мы познакомимся с этой великолепной системой от края и до края. И начнем мы наше путешествие с самой далекой от Солнца планеты. Плутон. Самая отдаленная от Солнца планета. Скалистый край, где царит непостижимый разумом холод. Температура на ее поверхности минус 238 градусов по Цельсию. Под воздействием леденящего холода даже тонкая атмосфера этой планеты порой превращается в ледяную массу. Безжизненное скопление льда. Нептун. Другая леденящая планета. Температура на ее поверхности минус 218 градусов Цельсия. Ядовитая атмосфера, состоящая из водорода, гелия и аммиака. Из-за высокого содержания ядовитого газа метана атмосфера имеет голубой цвет. Мертвый мир, сотрясаемый ужасающими ураганами, скорость которых достигает 2000 км в час. Уран. Безжизненная планета, состоящая из скал и больших скоплений льда. Она завершает свое обращение вокруг Солнца за 84 земных года. Атмосфера, содержащая водород, гелий и метан, смертельна для жизни. Сатурн. Вторая по величине планета Солнечной системы. Известна своими кольцами, состоящими из газа, кусков льда и скал. Заключает в своей массе 75% водорода и 25% гелия. Ее плотность уступает даже воде. Юпитер. Самая большая планета Солнечной системы. Газовая планета. Масса которой превышает массу Земли в 318 раз. Это большое красное пятно, гигантская буря, которая может поглотить в себя две наших Земли. Поверхность ее совершенно лишена суши. Пронизывающий холод. Ужасающие бури, которые длятся сотни земных лет. Магнитное поле, способное вмиг уничтожить все живое. Страшная, ужасающая планета. А это спутник Юпитера-Ио, поверхность которого усыпана вулканами. Ио движется в магнитном поле Юпитера, вырабатывая таким образом электрический ток мощностью в 400 тысяч вольт. Марс. Атмосфера представляет собой ядовитую смесь с насыщенным содержанием углекислого газа. Поверхность покрыта глубокими кратерами, образовавшимися от столкновения с крупными метеоритами и глубокими долинами протяженностью в сотни километров. Красная скалистая масса, над которой веют сильнейшие ветры и месяцами непрекращающиеся песчаные бури. Венера. Гигантская печь, на которой, в отличие от леденящего холода других планет, царит сжигающая всю жара. Температура поверхности настолько высока, что достаточно даже для плавления свинца, приблизительно плюс 450 градусов Цельсия. Имеет тяжелую атмосферу, представляющую собой насыщенный слой углекислого газа. Атмосферное давление равно давлению на глубине одного километра в земных морях. Атмосфера покрыта слоями серной кислоты толщиной в несколько километров. Поэтому планета постоянно омывается смертоносными кислотами дождями. В таких условиях не может жить ни одно живое существо. Меркурий. Самая близкая к Солнцу планета. Вращается вокруг своей оси очень медленно. Продолжительная длительность смены дня и ночи поджаривает одну сторону планеты и замораживает другую. Такие условия, несомненно, смертельны для всех форм жизни. Из этого короткого путешествия очевидно, что восемь из известных нам девяти планет Солнечной системы и их пятьдесят три спутника непригодны для жизни. Каждая из них – это лишь безжизненное, безмолвное скопление материи. Но планета, расположенная в этой же системе, и которую мы еще пока не представили вам, сильно отличается от других, поскольку ее атмосфера и рельеф, температура и магнитное поле, химические элементы и удаленность от Солнца и еще многие особенности сотворены идеальнейшим образом для жизни. Это планета Земля. В отличие от всех своих соседей по Солнечной системе, Земля изобилует всеми формами жизни. В небесах, морях и на суше господствует чрезвычайно гармоничное жизненное равновесие. Миллионы видов животных, растений, насекомых и морских существ, различных по своей структуре, цвету и особенностям, сосуществуют на этой необычайной планете в совершенной герману. Колоссальная равновесие и гармония всего живого на Земле и все обитающие на ней живые существа являются свидетельствами существования Всевышнего Создателя и воплощением его непревзойденного искусствотворения. Призыв Создателя к размышлению над этой истиной не спослан нам в Коране. Он создал небеса безо всякой опоры, вы видите их, оставил на Земле прочные несотрясаемые горы, чтобы она не содрогалась вместе с вами и населил ее всякого рода животными. Мы не спослали с неба дождь, и по нашей воле на Земле произросли всякие растения в прекрасной паре. Все это творение Аллаха. Обеспечение жизни всего живого на Земле, равно как и сотворение ее, также является великим чудом. Продолжение жизни достигается посредством особых условий. Даже мельчайшие изменения этих особых условий приведут к крупным катаклизмам и катастрофам на Памисе. Но без какого-либо вмешательства извне такие катастрофы никогда не произойдут. Голубая планета чудесным образом сотворена в тончайшей соразмерности, защищающей все живое, с бесчисленными особенностями, благодаря которым Земля, в отличие от всех других своих соседей, предоставляет собой необычайно благоприятное жизненное пространство. В последующие минуты мы рассмотрим ряд феноменальных особенностей Голубой планеты и изучим, каким образом они сокрушают утверждение материализма о случайности возникновения жизни на Земле и станем свидетелями безграничной мудрости и могущества Всевышнего Аллаха, сотворившего этот мир в самом совершенном мире. Температура земного шара Основополагающими условиями Земли, делающими ее пригодной для жизни планеты, являются ее температура и атмосфера. Голубая планета имеет оптимальный для жизнедеятельности всего живого уровень температуры и особую атмосферу, пригодную для дыхания живых организмов. Однако и эти два фактора складываются благодаря строго определенному взаимодействию бесчисленных переменных величин. Одна из них — удаленность Земли от Солнца. Если бы Земля была близка к Солнцу, как Венера, или далека, как Сатурн, то она не обладала бы пригодным для жизни температурным режимом. Если же посмотреть на температурные условия внутри Вселенной, то случайное возникновение на Земле существующего оптимального температурного значения совершенно невозможно, поскольку температура во Вселенной может колебаться от непостижимой жары в миллиарды градусов в сердцевине самых горячих звезд до абсолютного нуля, то есть до минус 273 градусов по Цельсию. Пригодный для жизни тепловой промежуток в этом колоссальном температурном спектре очень узок. И наша Земля находится как раз-таки в этом промежутке. Американские геологи Фрэнк Пресс и Раймонд Сивер особенно подчеркивают тончайший температурный режим Земли. Существование жизни возможно в строго определенном температурном интервале. Этот тепловой интервал составляет один процент от существующих значений температур в промежутке между температурой Солнца и абсолютным нулем. Земля находится именно в составе этого узкого интервала в один процент. Сохранение данного температурного интервала конечно связано как с расстоянием между Солнцем и Землей, так и с тепловой энергией, излучаемой Солнцем. Согласно расчетам, если количество достигающей Земли солнечной энергии уменьшится на 10%, то земная поверхность покроется многометровой толщей льда. В случае же незначительного повышения этого количества все живое на Земле будет ископелено жарой. Распределение на планете Земля идеального температурного режима также имеет жизненно важное значение. Для обеспечения данного равновесия также созданы особые меры. Ось вращения Земли отклонена от перпендикуляра плоскости земной орбиты в среднем на 23 градуса 27 минут, что предотвращает резкий температурный контраст, который может возникнуть между полюсами и экватором. Не будь этого градуса отклонения, разница температур между полюсами и экватором значительно возросла бы, что поставило бы под угрозу существование пригодной для жизни атмосферы. Равномерному распределению тепла на планете способствует также и высокая скорость вращения Земли вокруг собственной оси. Наша планета совершает оборот вокруг своей оси всего лишь за 24 часа, благодаря чему продолжительность ночи и дня очень коротка. Таким образом, температурная разница между ночью и днем совсем невелика. Значение скорости вращения Земли вокруг собственной оси станет понятнее, если мы рассмотрим пример с планетой Меркурий. Он вращается вокруг своей оси очень медленно, и поэтому день на Меркурии длится больше одного года. По этой причине температурная разница между ночью и днем там составляет около тысячи градусов по Цельсию. Ужасающая разница температур совершенно неприемлема ни для каких форм жизни. Рельеф Земли также способствует равномерному распределению тепла на планете. Разница между температурами на полюсах и экваторе Земли составляет всего около ста градусов по Цельсию. Если бы подобная разница образовалась на поверхности Земли, лишенной каких-либо неровностей и возвышений, то на ней бы свирепствовали ураганы, скорость которых достигала бы тысячи километров в час. Но земная поверхность наделена многими природными препятствиями, останавливающими и замедляющими сильные потоки воздушных масс, возникающие из-за разницы температуры. Эти препятствия горные цепи. Более того, в атмосфере Земли присутствуют специальные автоматические системы, которые постоянно регулируют уровень температуры. К примеру, при чрезмерном перегреве определенной области в ней повышается испарение воды и увеличивается масса облаков. А облака, в свою очередь, отражают часть солнечных лучей и одновременно обеспечивают выпадение дождей. Таким образом, предотвращается дальнейший перегрев земной поверхности и нижнего слоя атмосферы. Масса Земли и ее защитная оболочка. Помимо удаленности от Солнца, скорости вращения вокруг своей оси или рельефа поверхности, большим значением для существования жизни на Земле обладает и размеры этой планеты. Если мы проведем небольшое сравнение, то убедимся, что небесные тела могут обладать разлученными массами. Например, Меркурий обладает только 8% от массы Земли. С другой стороны, Юпитер по своей массе превосходит вес Земли ровно в 318 раз. Хорошо, но возможно ли, что величина Земли среди прочих планет со столь различными размерами определилась случайно, само собой? Нет. Если изучить особенности земного шара, окажется, что небесное тело, на котором мы с вами живем, имеет самый идеальный размер. Вот что говорят об этом американские геологи Пресс и Север. Земля имеет самый оптимальный размер. Если бы она была меньше, то сила притяжения ее уменьшилась бы и оказалась бы не в состоянии удержать атмосферу вокруг Земли. Если же она была бы больше, то это привело бы к увеличению силы ее притяжения и она удерживала бы в атмосфере некоторые ядовитые газы, что сделало бы в свою очередь атмосферу опасной для жизни. Наряду с массой Земли ее внутреннее строение также заключает в себе особый замысел, который делает возможным жизнь на этой планете. Недра Земли до самого ее ядра составлены из различных слоев со специфическими особенностями. Слои, находящиеся в движении, создают особое магнитное поле. Определение нами направления при помощи компаса, а также ориентация в пространстве мигрирующих перелетных киц, возможно лишь благодаря этому магнитному полю. Более того, данная магнитная область простирается за пределы атмосферы и составляет особую защитную броню Земли от возможных опасностей, которые грозят нам из космоса. Большинство блуждающих в космосе смертоносных космических излучений и метеоритов не могут преодолеть эту защитную броню вокруг Земли. Большая часть потоков плазменных облаков, образующихся во время солнечных взрывов, отталкиваются от попадания на Землю именно этим магнитным полем. Оставшееся небольшое количество облаков направляется к малопригодным для жизни полярным районам Земли. Частички солнечного излучения, сталкиваясь с атмосферой, в этих районах образует восхитительное световое зрелище. Не будь у Земли этой магнитной брони, все живое на планете было бы уничтожено смертоносными космическими лучами. И ее не существовало бы вовсе. Однако, благодаря магнитному полю, образуемому земным ядром, наша планета имеет совершенную защитную систему. Всевышний Создатель напоминает нам об этой истине в Коране. И мы устроили небо надежным кровом над ними, а они от знамений этих отворачиваются. Соразмеренность в атмосфере. Земля имеет оптимальную для жизни температуру и необходимые размеры и защищающую все живое специальную броню. Но даже всего этого недостаточно для существования жизни на Земле. Другим очень важным условием является строение атмосферы. Фантастические фильмы порой вводят людей в заблуждение. К примеру, часто встречаются в фильмах сюжеты, когда астронавты, достигшие на космическом корабле далекой планеты, перед высадкой на поверхность проверяют атмосферу на пригодность для дыхания. Если компьютеры корабля выдают положительный результат, значит, нет какой-либо надобности в защите. Подобные сценарии создают впечатление, что люди могут легко и случайно обнаружить пригодную для себя атмосферу. Однако, если бы мы на космических кораблях проделали путь в глубины Вселенной, то не обнаружили бы пригодной для человека атмосферы нигде, кроме Земли, поскольку атмосферы нашей планеты являются уникальной смесью газов, созданные соединением в единое целое особых условий, необходимых для жизни. И даже на небольшом удалении от этой атмосферы без защитных скафандров остаться в живых просто невозможно. Атмосфера Земли представляет собой смесь газов, которая состоит из 77% азота, 21% кислорода, по 1% углекислого газа и аргона. Самым важным из них является кислород. Живые существа, обладающие чрезвычайно комплексным строением, как, например, человек, используют кислород для получения энергии, необходимой для течения внутриклеточных реакций в процессе жизнедеятельности. Количество столь жизненно важного для нас кислорода в атмосферном воздухе имеет самую оптимальную величину. Вот что пишет по этому поводу известный профессор микробиологии Майкл Дентон в своей книге «Судьба природы. Как биологические законы показывают предназначение Вселенной, получившей широкую известность в научных кругах всего мира?» Смогла бы наша атмосфера поддерживать существование жизни, если бы в ней было больше кислорода? Нет. Кислород является очень реактивным элементом. Количество кислорода, содержащегося в настоящее время в атмосфере, то есть 21%, находится в идеальных пределах. превышение которых грозит безопасности жизни. Каждое однопроцентное увеличение этого количества сверх 21% повышает вероятность возникновения лесного пожара при ударе молнии на 70%. Постоянное содержание кислорода в атмосфере в свою очередь достигается совершенной системой круговорота. живые существа непрерывно расходуют кислород и вырабатывают вредный для себя углекислый газ. Растения же осуществляют обратный процесс и, преобразуя углекислый газ в кислород, обеспечивают существование всего живого на планете. Растения вырабатывают и выбрасывают в атмосферу миллиарды тонн кислорода ежесуточно. Если бы обе эти разновидности существ, то есть растения и живые существа осуществляли бы один и тот же процесс, Земля за короткое время стала бы совершенно непригодной для жизни. К примеру, если бы и растения и живые существа производили кислород, то атмосфера за короткое время приобрела бы горючие свойства, так что даже малейшая искорка приводила бы к гигантским пожарам. С другой стороны, если бы и растения и животные производили только углекислый газ, это привело бы к скорому истощению запасов атмосферного кислорода и через некоторое время повлекло бы за собой массовое вымирание живых существ от идущих. Однако баланс всего сущего создан столь безупречно, что количество атмосферного кислорода имеет идеальную для существования жизни пропорцию. Безухоризненно налаженное постоянное равновесие в очередной раз демонстрирует нам беспредельные знания, мудрость и могущество своего создателя. Этот создатель Всевышний Аллах, Господь Небес и Земли. В одном из аятов Корана Аллах призывает людей к размышлению над этой истиной. Разве вы не видите истинно Аллах подчинил вам то, что в небесах и на земле и одарил вас милостями явными и скрытыми, недоступными вашему пониманию. Соразмерность в дыхании. Каждую минуту своей жизни мы дышим. Мы постоянно вдыхаем воздух в легкие и тотчас же выдыхаем его. Мы делаем это настолько часто, что считаем это обычным нормальным явлением, хотя дыхание представляет собой очень сложный процесс. Система нашего организма налажена так, что совершая дыхание, мы даже не думаем об этом. Когда мы вдыхаем в себя воздух, кислород проникает через дыхательные пути в крошечные пузырьки, которых у наших легких насчитывается около трехсот миллионов. Кровеносные капилляры, покрывающие сетью стенки этих пузырьков, тут же вбирают в себя кислород и одновременно выбрасывают отработанный продукт в виде углекислого гада. Благодаря этому процессу, который длится менее половины секунды, мы вдыхаем чистый воздух и тотчас же выдыхаем его уже в виде загрязненной. 300 миллионов альвеолярных пузырьков, существующих в легких человека, необходимы для того, чтобы обеспечить максимальную площадь контакта легких с воздухом. Здесь следует обратить внимание еще на один существенный момент. Узость внутри легочных пузырьков, а следовательно и идущих к ним каналов, является уникальным инженерным проектом, разработанным для повышения количества вдыхаемого кислорода. Но этот проект осуществим только при наличии еще одного непременного условия. Плотность, текучесть и давление воздуха должны иметь такие параметры, при которых он может свободно проходить через узкие каналы. Это можно пояснить еще на одном примере. Втянуть воду в шприц не составляет особого труда, но если мы посредством того же шприца попытаемся втянуть мед, то задача станет невыполнимой, поскольку мед, в отличие от воды, обладает меньшей текучестью и большей плотностью. Так вот, если плотность, текучесть, давление и прочие особенности атмосферы претерпят даже минимальное изменение, дыхание живых существ станет настолько же сложным процессом, как втягивание в шприц меда. Тогда как мы, даже не замечая этого, дышим с легкостью. Факторами, обеспечивающими эту легкость, являются особенности атмосферы и ее специфические параметры. Профессор молекулярной биологии Майкл Дентон дает такой комментарий этому уникальному явлению. Если бы плотность или неподвижность воздуха были бы немного выше, то сопротивление воздуха достигло бы больших величин, и составление проекта дыхательной системы стало бы невозможным. Сопоставляя пригодное для жизни возможное числовое значение атмосферных давлений со всевозможными параметрами концентрации кислорода, мы столкнемся с крайне ограниченным интервалом. Осуществление великого множества необходимых для жизни условий в столь малом интервале, а также пребывание атмосферы в этом интервале является непостижимой гармонией и расчетом. Числовые характеристики атмосферы имеют важность не только для нашего с вами дыхания, но и для того, чтобы голубая планета продолжала оставаться такой же голубой. Если атмосферное давление уменьшится на пятую долю от своего обычного значения, это приведет к повышению испарения воды с поверхности океанов. Слишком высокая концентрация водяного пара в атмосфере окажет на Землю парниковый эффект, что приведет к чрезмерному повышению температуры на планете. Если же атмосферное давление превысит свою обычную норму хотя бы вдвое, тогда уровень водяного пара в атмосфере резко уменьшится и практически вся земная суша превратится в обжигающей пустыне. Воззвание к разуму Примеры, с которыми вы ознакомились во время этого фильма свидетельствуют о том, что каждая особенность Земли сотворена специально для жизни. Все, о чем мы говорили здесь, является только малой таликой безукоризненных, совершеннейших систем, сотворенных на Земле. Чем пристальнее мы изучаем нашу планету, тем больше необыкновенных особенностей ее устроения открывается перед нашим взором. Известный американский астроном Фью Рос в своей книге «Создатель и Вселенная» перечисляет лишь некоторые уникальные системы и равновесия, существующие на Земле и делающие жизнь на ней возможной. Земное притяжение, если бы оно было больше, то атмосфера Земли скапливала бы в себе большее количество аммиака и метана, что сделало бы невозможной жизни всего живого. Если бы оно было меньше, то атмосфера Земли теряла бы очень много воды и жизнь также стала бы невозможной. Толщина земной коры если бы она была чуть больше, то из атмосферы в земную кору переносилось бы слишком большое количество кислорода. Если бы она была чуть меньше, это привело бы к резкому возрастанию вулканической активности, которое сделало бы жизнь просто невозможной. Скорость вращения Земли вокруг своей оси. Если бы скорость была меньше, то разница температур ночью днем была бы очень велика. Если бы она была больше, то скорость атмосферных ветров стала бы невероятно высокой. Бесконечные ураганы и наводнения сделали бы жизнь невозможной. Толщина озонового слоя. Будь она чуть больше, температура поверхности Земли резко снизилась бы. Будь она чуть меньше, поверхность Земли перегрелась бы, и, кроме того, не осталось бы никакой защиты Земли от вредного ультрафиолетового излучения, идущего от Солнца. Сейсмическая активность. Будь она большей, это вызвало бы постоянные разрушительные землетрясения, губительные для жизни. Будь она меньшей, питательные вещества, находящиеся на океаническом дне, не могли бы смешиваться с водой, что привело бы к негативным последствиям для жизни живых организмов в океанах и морях, а, следовательно, и всех живых существ на планете. Только некоторые перечисленные нами примеры этих уникальных равновесий жизни на Земле еще раз показывают нам, что материализм, утверждающий случайное происхождение Вселенной, является величайшим заблуждением. Факты установленные наукой свидетельствуют Вселенная и жизнь на Земле сотворены великим замыслом Всевышнего Создателя Аллаха. Человеку же остается лишь размышлять над этой истиной и благодарить Аллаха, который сотворил и самого человека, и всю Вселенную. В одном из аятов Корана Всевышний обращается к нам людям. Аллах, тот, кто сотворил для вас землю обиталище, а небо кровом, придал вам облик самый прекрасный и изысканный, даровал вам пропитание из прекрасного и чистого. Таков Аллах, Ваш Господь, Велик Аллах, Владыка всех миров. . Автор субтитр Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан!